ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Память живет. Черкески провели открытое первенство республики по тэквондо среди юношей. Соревнования посвятили герою СВО Денису Вельхову. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия. С вами Дарья Тендит. В ближайшие дни из Карачаева-Черкесии в зону специальной военной операции отправится транспортное средство повышенной проходимости. Этот автомобиль предоставлен региональным управлением Россельхознадзора и при посредничестве Народного фронта будет доставлен военнослужащим из нашей республики. Карачаева-Черкесия оказывает на постоянной основе разного рода помощь и поддержку участникам СВО, отправляя по запросу военных все необходимое. Причем многое предварительно проходит тестирование на качество. Так, этот автомобиль общественники чуть позже проверили на способность преодолевать пересеченную местность. Данный автомобиль повышенной проходимости по решению руководителя Северокавказского регионального управления Россельхознадзора Карачаева-Набилы Аплуманаповича предполагается к отправке в зону СВО для использования его там по назначению. Было такое принято решение. Данный автомобиль мы немного подремонтировали, чтобы он был в идеальном состоянии. И через посредничество и координацию Народного фронта в Карачаево-Черкесской республике мы его передаем нашим воинам на СВО. Мы понимаем, что на сегодняшний день даже минимальная поддержка, минимальная помощь имеет важное значение. Мы надеемся, что данный автомобиль поможет им в каких-то решениях своих задач и будет способствовать достижению нашей победы в кратчайшие сроки. Дети, прибывшие в Карачаево-Черкесию из Белгородской области, приступили к занятиям. Их определили в образовательной организации Карачаевского городского округа, школу поселка Дамбай, города Тиберды, в том числе в дошкольные группы Ияс-Лесад. Все учреждения обеспечены в достаточном количестве мебелью, необходимыми средствами обучения и воспитания, оборудованием для реализации мероприятий по охране здоровья обучающихся, в том числе оказанию первичной медико-санитарной помощи. Дополнительно организован подвоз обучающихся, горячее питание всех школьников и детей дошкольного возраста. Рабочая группа Министерства образования и науки во главе с министром Инной Кравченко побывала во всех пунктах временного размещения и подготовленных образовательных организациях с целью проведения мониторинга созданных условий и учета мнения родителей. По поручению главы Карачаева-Черкесии, все дети обеспечены школьными наборами, включающими рюкзаки и необходимые канцелярские принадлежности. Миноборс совместно с Управлением образования Карачаевска всех школьников обеспечили учебной литературой. Также приобретена одежда для всех детей. В Черкесске почтили память основателя ЛДПР и яркого политика Владимира Жириновского. К памятному мероприятию подготовили документальный фильм об основателе ЛДПР, представили фотографии и архивные кадры визита политиков в Карачаево-Черкесию. Акция в память о Жириновском – это еще одна возможность для однопартийцев собраться вместе, поделиться воспоминаниями о великом политике. В конце мероприятия провели небольшой фуршет. Сегодня очень важно, чтобы молодое поколение помнило его добрые дела и мудрость, отметил заместитель регионального отделения ЛДПР Павел Михайлов. Апрель – это месяц, когда мы с особой теплотой вспоминаем нашего наставника, духовного лидера и основателя партии Владимира Вольфовича Жириновского, поскольку он родился и ушел от нас в этот месяц, в апрель. Действительно был очень гениальный, очень дальновидный и прозорливый политик, который хорошо разбирался именно в международных процессах. Сегодня в республиканской столице стартовал региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья – Обилимпикс. Отметим, что чемпионаты Обилимпикс проводятся среди учащихся профессиональных колледжей и являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». С торжественного открытия Мураджан Кезов. Основной площадкой для соревнований станет Индустриально-технологический колледж «Черкеска». В течение 10 дней ребята будут показывать свои умения и навыки, Ну а более подробнее мы попросим рассказать начальника отдела Федерального методического центра по инклюзивному образованию Национального центра Обилимпикс Зульфио Шамильевну Тураеву. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Сегодня на площадке проходит открытие регионального чемпионата, этапа национального чемпионата Обилимпикс, чемпионата среди инвалидов или с ограниченными возможностями здоровья. В нашем чемпионате принимают участие участники в трех категориях. Это студенты, школьники и специалисты. В этом году у нас юбилейный год, десятилетие. И за этот период в наших чемпионатах уже приняло более 90 тысяч участников, 60 тысяч экспертов и 60 тысяч волонтеров. Я хочу пожелать всем участникам чемпионата Республики Карачаево-Черкесии огромных успехов, достижения побед. Также сегодня состоялся круглый стол, на котором представители органов исполнительной власти, образовательных учреждений и работодатели приняли резолюцию, в которой отразили пути решения проблем трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья. А подробнее об открытии регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Обилимпекс. Смотрите в вечернем выпуске Вестей на канале «Россия-1». 10 тысяч шагов к жизни. Под таким названием в Черкесске прошла акция, посвященная здоровому образу жизни. Под руководством опытного тренера участники акции познакомились с особенностями скандинавской ходьбы и совершили свои первые шаги навстречу здоровью. Подробности у Оли Баташева. Ходьба меняет не только жизнь, считает серебряный волонтер Татьяна Борисова. Скандинавской ходьбой она занимается около пяти лет. Ходьба, вы знаете, она не только жизнь может поменять, она вот все может поменять. И образ жизни, и здоровье, и весь наш уклад, и даже мышление. Потому что человек, когда берет палочки и уже начинает думать. Так, что мне нужно в этот раз делать? Шагать вперед, шагать бодро, весело, улыбаясь. В общем, здоровье поправили с ходьбой. Режим трудовой, так сказать, наладили. Вот. Жизнь она как бы кипчет теперь вот своим нормальным, здоровым руслом. Если просто простая ходьба, есть такое выражение, ходьба ногами, то северная ходьба считается ходьба руками. И почему руками? Потому что у нас большее воздействие происходит на верхний плечевой пояс, благодаря тому, что нам надо определенную работу делать палками, себя продвигать вперед. И поэтому северная ходьба, чем она отличается от других видов спорта, это доказано, научно доказано, здесь во время ходьбы включается до 95% всех мышц. Акция в медколледже, посвященная Всемирному дню здоровья, прошла под лозунгом «Мое здоровье, мое право». Каждый человек на земле имеет право на качественное здравоохранение, уровень жизни, воду и питье, говорили выступающие. Мероприятие было организовано Центром общественного здоровья, Министерством физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии при участии волонтеров и регионального отделения Федерации северной ходьбы. Что такое 10 тысяч шагов в жизни? Это та мера физической активности, 10 тысяч шагов в день, которая для здорового взрослого человека подразумевает его физическую активность, которая не будет вредна для его здоровья. Поэтому 10 тысяч шагов к жизни мы для себя должны выработать, это как за правило. Здоровье это, наверное, самое дорогое, что у нас есть, поэтому его надо беречь, охранять и развивать. Поэтому всех призываю вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Здоровье, хорошее здоровье, это не обязательно спорта, ну и, как уже сказали, правильное питание, это хороший режим. Надо дисциплинировать себя во всех пониманиях, не переедать, поздно не ложиться, рано вставать. Поэтому, если мы к этим элементарным вещам привыкнем, то у нас все хорошо будет. После официальной части мероприятия волонтеры медколледжа продемонстрировали быстрый и несложный комплекс упражнений, который может выполнить практически любой человек. Затем руководителем регионального отделения Федерации Северной Ходьбы Мариной Очиновой был проведен тематический мастер-класс. Завершилась акция флешмоба, объединившим любителей здорового образа жизни разных поколений. Али Баташев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске прошло открытое первенство республики по тэквондо среди юношей 2010, 12 и 14 годов рождения. Спортивные соревнования посвящены памяти нашего земляка, героя СВО Дениса Петровича Велихова, погибшего при выполнении боевого задания. За проявленный героизм Денис Петрович указом президента посмертно награжден Орденом Мужества. Ахмад Халкечев продолжит. Открытое первенство собрало большое количество сильнейших тэквондистов в своих весовых и возрастных категориях со всей республики. Звание сильнейших в 10-ти весовых из 4-х возрастных категориях оспаривает свыше 100 юных спортсменов. Надеюсь, все те, кто здесь на этом первенстве будут занимать призовые места, потом на других турнирах более высокого ранга покажут результаты или будут представлять нашу республику или даже, может быть, Россию на турнирах международного уровня. В соревнованиях участвуют юниоры, мальчики и девочки 2010-2012 годов рождения, а также младшие юниоры уже 2013-2014 годов рождения. Свежими впечатлениями об уровне подготовленности соперников и о том, что ему помогло провести обе схватки в своей весовой категории с отличным результатом, с нами поделился один из наиболее перспективных воспитанников Тимура Кемрюкова – Рамзан Ахметов. В первой схватке я победил уверенно, во второй чуть-чуть было тяжело, но я тоже справился. Я выиграл эту победу, потому что я хорошо тренируюсь в зале. И мои сокомандники меня тоже поддерживают. За состязаниями, посвященными памяти нашего легендарного земляка, следили и его сослуживцы, друзья и близкие. Вспоминая о том, как выбрал сын себе службу родную, отец героя Петр Андреевич отметил, что защищать людей и страну любить в семье его учили с самых ранних лет. Хотел бы поблагодарить всех организаторов сегодняшнего мероприятия за то, что помнят и не забывают наших ребят, которые участвуют в специальной военной операции. Я думаю, что при таком активном содействии наше сообщество будет всегда крепким, здоровым и победа будет за нами. Действительно достойный человек и увековечивание памяти таких людей, не только в республике, а вообще по всей стране, это необходимость. Свою судьбу с воинской службы Денис Петрович связал сразу же, как окончил школу. Сперва отучился в Рязанском военном институте, затем продолжил учебу в высшем командном училище ВДВ имени Маргелова, а после окончил Санкт-Петербургскую военную академию имени Хрулева. Служил в горной мотострелковой бригаде «Сторожевая-2», прошел путь от командира взвода до командира рота, от лейтенанта до капитана. В специальной военной операции принимал участие с самого первого дня. К сожалению, в августе 1924 года пал смертью храбрых при выполнении очередного боевого задания в районе Новой Каховки Запорожской области. Награжден орденом мужества посмертно. Ахмат Халкечев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. В канун праздника Ураза-Байрам в Черкесске в ресторанном комплексе «Эдельвес» в 19 часов состоится республиканский праздничный эфтар от главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Приглашаются все желающие. Глава Карачаевой-Черкесии Рашид Тимрезов подписал указ, которым объявил 10 апреля 2024 года празднику Ураза-Байрам нерабочим днем в республике. Работа в этот день компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Далее в нашей программе интервью с победителем республиканского конкурса «Учитель года 2024» учителем родного языка школы номер 2 села Учки-Кен имени Узденова Марьям Чачаевой. С педагогом встретилась Белла Джозаева. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.